Любовь или война? Перед таким выбором стали старшеклассники на итоговом сочинении. Это две самые популярные темы в числе пяти предложенных. В итоге Великую Отечественную войну выбрала почти половина всех участников итогового испытания. Как я не мог писать на другую тему, если тема войны это тема моей семьи? Аргумент весомый, однако, как признаются и педагоги, и сами школьники писать о войне легче всего. Взять традиционный войну и мир Толстого в придачу судьбу человека Шолохова вот и готово. И многие, как говорит современная молодежь, повелись, порой в ущерб своим интересам. Даже когда я начала писать сочинение, у меня было некое такое состояние, мне хотелось писать немножко другую тему. Она была связана с взрослением, становлением человека, личностью. Но все равно я решила писать тему о войне, потому что лучше ее знала, лучше понимала, какие аргументы я могу привести. Однако почти четверть участников все-таки выбрала любовь. Формулировки, что важнее, любить или быть любимым. А вот Лермонтов даже на правах юбиляра особого ажиотажа не вызвал. Предпочел другого классика и ученик 11 класса 32 школы Владимир Старченко. Тему о взрослении человека он рассмотрел на основе легендарного пушкинского произведения Евгения Онегин. Объектом изучения стала Татьяна. В начале это была юная, абсолютно нежная, робкая девушка. В конце она показана совершенно другим человеком. И мне кажется, что это произведение очень хорошо раскрывает данный вопрос. И вообще подготовились школьники хорошо, отмечают педагоги. На пробном экзамене результаты были хуже. Не знаю, может быть это как-то неправильно, но я нисколько не готовился к сочинению. Может быть, чем больше забиваешь голову перед сочинением или перед экзаменом, тем хуже его пишешь. У педагогов свое мнение готовиться нужно и прежде всего читать. Отсутствие этой привычки многих и подвело. В 32-й школе неуд получил один старшеклассник. Ребенок выбрал неплохую тему, тема про взросление. Но, к сожалению, аргументы не соответствовали тематике. Где-то, может, ребенок ошибся в содержании, где-то он не так понял этот текст. Это связано именно с пониманием текста прежде всего. С тем, что чтение всему голова, согласны и некоторые школьники. Но таких немного. Люди, которые читают, в наше время редки. Например, в нашем классе не все любят читать, относятся к этому с должным уважением. Но их к литературе не слушают нашего преподавателя. Из более чем полутора тысяч щиповецких старшеклассников не справились с сочинением 25 человек. Но возможности справиться, конечно, еще будет весной. Но даже если после второй попытки школьник получит незачет, то к ЕГЭ его не допустят. И это принципиальное новшество этого года. Сочинение в качестве итогового испытания старшеклассники не писали уже много лет. И для нынешних 11-ти классников это прежде всего стресс, говорят учителя. Тем более о возвращении сочинения было объявлено за 4 месяца до самого испытания. Так что можно с уверенностью сказать, спасла выпускников Великая Отечественная и Любовь.